В студии на больших мониторах победители международного чемпионата среди людей с ограниченными возможностями Абилимпикс. Регионы принимают поздравления исключительно по видеосвязи. Радость победы от этого не уменьшается. Несмотря на все ковид-ограничения, соревнования проходили в 81 субъекте страны, а участвовало в них 2000 молодых людей. Но, конечно, Абилимпикс это не сама цель. Конкурс дает прекрасные стартовые профессиональные возможности. Конкурс Абилимпикс в этом году проходит в новом формате. Очно за ходом выполнения заданий внимательно следят региональные эксперты и фиксируют результаты. Заочно по видео участников оценивает федеральное жюри. Студенты профессиональных лицеев и школьники соревнуются по 77 компетенциям. Как карьерный рост, первый шаг в профессию. Я победил национальный конкурс по компетенции гончарного дела. Занял первое место. В жизни мне пригодится это. Я думаю, все эти грамоты и медали пойдут в мою портфолио, которые помогут мне с получением работы. Участники показали выдающиеся результаты в кулинарном мастерстве, слесарном и строительном деле, IT-технологиях. Но проблема трудоустройства людей с инвалидностью стоит крайне остро. Сегодня, благодаря конкурсу, Абилимпикс им готовы предоставить рабочие места. Более 86% участников чемпионата Абилимпикс 2017 по настоящий год. Это у нас 26 тысяч участников. 86% из них являются занятыми. Международное движение Абилимпикс зародилось в Японии. Его цель — повышение престижа рабочих профессий по всему миру. Россия присоединилась к нему в 2015 году и сразу громко заявила о себе. На международных соревнованиях во французском Бордо Россия заняла третье место в общекомандном зачёте. Следующий мировой этап должен был проходить в Москве. Исходя из ситуации пандемии в странах мира и готовности стран приехать, было принято решение о переносе на один год данного чемпионата. Абсолютным победителем в общекомандном зачёте федерального этапа стала команда Москвы. Впереди у лучших молодых кулинаров, столяров, слесарей и портных кропотливая подготовка к международным соревнованиям, где их конкурентами станут сотни человек из более чем 30 стран. Мария Саушкина, Савелий Матюхин, Сергей Ухворёнок, Вести.